Меня зовут Бобинов Григорий Вячеславович, я представляю межрегиональный профсоюз медицинских работников действия. Сам я являюсь председателем первичной профсоюзной организации. Наш профсоюз действия был организован для того, чтобы защищать, конкретно защищать медицинских работников. Те профсоюзы, которые относятся к системе ФНПР, они перестали защищать всех, включая нас, медицинских работников. Одна только эта реформа, которая называется оптимизация здравоохранения, выбивает из здравоохранения, особенно из бесплатного здравоохранения, проверенные кадры и вообще рушит нашу систему. И наш профсоюз собрал активных людей, которые противодействуют этой реформе. Сейчас же мы выступаем единым фронтом с конфедерацией труда России, куда мы и входим. И вошли в штаб, народ против. Почему же медицинские работники и наш профсоюз против пенсионной реформы? Дело в том, что сами медицинские работники находятся в зоне риска. Смертность среди медицинских работников именно в молодом среднем возрасте одна из самых высоких. С чем же это связано? Дело в том, что медицинские работники за свою трудовую жизнь, работая сутками, не спят примерно на 11 лет. Второй момент. Медицинские работники сталкиваются в стационарах с суперинфекциями. То есть те инфекции, которые устойчивы к различным видам антибиотиков. И, соответственно, не лечатся обычными антибиотиками. Все это мы перевариваем в себе. Также медицинские работники отвечают за человеческую жизнь. А отвечая за человеческую жизнь, ты испытываешь серьезный стресс, когда рядом с тобой, на твоих руках, умирают твои пациенты. Это не то, что там где-то потек ран. Это жизнь человека. Поэтому медики среди профессий, многие медицинские профессии по стрессу стоят на первом месте. Поэтому смертность, например, среди хирургических сестер на 40% выше до 50 лет. На 40% выше, чем среди специальностей, но среди женщин других специальностей. Также мы против этой пенсионной реформы, потому что именно большевиками поставлен возраст для выхода на пенсию 55-60 лет не просто так. Медиками были проведены многочисленные исследования на больших группах населения. И выяснено, что у женщин в 55, а у мужчин в 60 лет прекращают поступать в кровь половые гормоны. И это влияет в дальнейшем на их функцию. То есть в дальнейшем женщина после 55, а мужчина после 60 начинает сильнее уставать. Им не хватает 8-часового сна для того, чтобы полностью восстановить силы после 8-часового рабочего дня. Это и послужило основной причиной назначения именно этого возраста. И повышать женщину возраст до 60, как сказал Путин, а мужчинам оставлять 65, это идти против природы и это гробить наше население. Правильно называют сейчас эту реформу как реформа геноцида русского народа. Медицинский профсоюз действия – межрегиональный профсоюз. Поэтому наш профсоюз участвует во многих митингах по всей территории нашей страны. Наше мнение, что протестное движение может выражаться также и именно в этих митингах, не только в нашей коллективной борьбе в профсоюзах непосредственно на местах. Важен каждый голос. Естественно, что 90% нашего населения страны не поддержали эту реформу. Так это надо показать всем вместе, выйти на улицы наших городов и всем вместе показать, насколько мы против этой пенсионной реформы. Я вас призываю выйти 16-го числа на митинг, который состоится в Санкт-Петербурге. Продолжение следует...